По многим показателям Одинцовский район занимает лидирующие позиции в регионе. Опыт муниципальной власти тиражируется. Так, наша служба ЕДДС признана лучшей в Подмосковье. Да и рейтинг новогоднего оформления возглавила именно наша территория. Но остается ряд нерешенных вопросов. Вывоз мусора, уборка дорог от снега. Не могу, хочется, но не могу сказать, что с работой мы справляемся на 4 или на 5 баллов. Потому что по статистике, по Доброделу, по социальным сетям мы видим, что население, многие точки, особенно Одинцовы, беспокоит, не устраивает. Вот критерии по вашей работе, по тому, как мы можем руками с лопатой или техник выбирать снег, как раз говорит о Проделии. Вот это и есть основные критерии и оценка вашей работы и всей коммунальной службы. Просрочки в Доброделе существенно снижают показатели эффективности работы власти. Ряд поселений снова оказался в красной зоне. Главы территории отчитались руководителю о ситуации и доложили о том, что уже сделано. Есть у нас генератор повторных обращений. Это один человек, сейчас с ним персонально работает. Это не та жалоба, которая, скажем так, касается общего и большого количества населения. Там просто личный интерес у человека. Он помортирует нас через Добродел. Но, тем не менее, работаем сейчас с ним персонально и уверен, что через неделю мы уйдем с 11 места повыше. Обязательно нужна встреча ваша с этим человеком. И если после этого результат не появится, тогда будем считать, что нас искусственно троллит. Что это нереальная проблема, которой нам стоит заниматься. По Голицыну, Александр Николаевич, 39% у вас повторных обращений. Там такая же ситуация, там не касается всех жителей, а личные интересы, скажем, одного дома и личные интересы другого дома по парковке. То есть у нас есть фотофиксация, мы приходим, срезаем эти столбики заграждающие, которые устанавливают одни жители. А другой житель ходит, пишет на них. То есть вот такая ситуация, она вот длится уже два года. Павел Иванович, тогда по всем пяти поселениям, которые у нас в антилидерах, когда то, что главы сейчас озвучили, сделайте в виде справки, еще раз посмотрите по всем повторам, где фейки, где боты, где люди просто нас троллят из-за каких-то собственных личных интересов. А где реальные проблемы, нужна помощь коллегам на территории, тогда мы подключимся к всеми ЖКК и по другим вопросам. На прошлом совещании глава района дал поручение Евгению Серегину провести мониторинг всех хоккейных коробок муниципалитета. Практически везде площадки полностью готовы, коммунальные службы вместе с жителями ведут ежедневную уборку льда, чистят от снега и устраняют неровности. Мы задекларировали в этом году 52 площадки для массового катания, фактически залили 48, 4 площадки мы не залили, 2 площадки в работе, это ГП Одинцова, но это не критично. Они находятся в стадии заливки, просто ввиду большого объема работы не успели их залить, но рядом находятся другие катки, в том числе баранка, поэтому там могут люди кататься, в течение этой недели их зальют. Также одну площадку в Успенке жители попросили отставить под зимний футбол, не заливать. И в Барвихе из-за аварии теплосети одну хоккейную коробку не удается залить. Через месяц стартует пятый фестиваль «Салют Победе». В этот раз основной темой всех мероприятий станет битва за Кавказ. Подвиг моряков, героев Новороссийска. Тема Великой Отечественной войны, особенно морская тема, водная тема наших моряков и сражение в горах, в данном случае на Кавказе, она почти что не изучена в истории наших учебников. Поэтому вот такую тему и подтвердил Координационный совет ветеранов, что мы должны взять и на нашей территории проживают морские офицеры, друженики ТЭО данной категории. И поэтому в 75-летие битвы на малой земле выбран город-герой Новороссийск. Фестиваль стартует в Новоивановском и пройдет по всем поселениям района. Подготовку к этому масштабному празднику уже ведут школы, детские сады и учреждения культуры. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, Денис Харламов, Телеканал Одинцова.